Добрый день, меня зовут Шантаков Артем Михайлович, я являюсь старший аналитик юридического отдела Республиканского агентства по государственным закупкам. Сегодня я хотел бы рассказать про изменения в 44-м федеральном законе, которые вступали в силу и уже вступили на данный момент с 1 января 2017 года. Итак, начнем. Для начала бы хотелось рассказать о том, какие требования предъявляются к контрактным управляющим работникам в сфере контрактной службы. До 1 января 2017 года контрактный управляющий мог быть, допустим, лицо, которое имеет профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование. На сегодняшний момент работник контрактной службы, контрактный управляющий обязательно должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Данное условие регламентируется у нас частью 23 статьей 112 44 федерального закона. Итак, далее. Хотелось бы теперь отметить, какие новые обязанности появятся с 1 января 2017 года у контрактных управляющих, работников контрактной службы, заказчиков. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы сказать, что новой обязанностью в соответствии с пунктом 3 статьей 42, с пунктом 12, частью 2 статьи 103, пункт 5, часть 3 статьи 104 закона 44 ФЗ, вводится новая обязанность указания идентификационного кода закупки. Идентификационный код закупки указывается в плане закупок и в плане график. Также он указывается в извещении проведения закупок, указывается в документации закупки, указывается в проекте контракта и в иных документах, которые предусмотрены 44 ФЗ. Ну, хотелось бы отметить, из чего состоит идентификационный код закупки. Прежде всего, идентификационный код закупки состоит из следующих элементов. Это КБК, код бюджетной классификации, код общероссийского классификатора, каталога товаров, работ и услуг, а также иной информации, которая может быть предусмотрена 44 ФЗ. Так же, второй обязанностью заказчика с 1 ноября 2017 года, введенный 44 ФЗ, у нас является, скажем так, под названием темы планирования закупок. Теперь все закупки, в соответствии с частью 11, статьей 21 закона 44 ФЗ, регламентируют проведение всех закупок в соответствии с планом закупок и планом график. То есть, немного поясню. До 1 января 2017 года все закупки проводились на основании части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ о том, что информация о проведении закупок должна была содержаться в плане закупок и планом график. План график, как всем известно, составляется на один календарный год с начала года. Ну что ж, по данному вопросу хотелось бы сказать, что информация, которая содержит в себе закупка, должна быть полностью отображена в информации план график. За несублюдение данного требования по отношению к заказчику предусмотрены нормы, предусмотрены, точнее, административная ответственность. В частности, это статья 7.30 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, которая предусмотрена федеральным законом от 3.07.2016 под номером 318 ФЗ и влечет за собой наложение административного штрафа в виде 30 тысяч рублей в размере, извиняюсь. И также, если информация из плана графика размещена ранее, чем за 10 дней с даты изменения информации в плана график, ну и, соответственно, если информация о закупке не соответствует информации, которая содержится в план график. Поэтому, конечно, рекомендательного значения носит следующая информация о том, что необходимо своевременно вносить достоверную информацию в план график с той информацией, которая содержится непосредственно в закупке. Так, ну что ж, это то, что касается новых обязанностей заказчика с 1 января 2017 года. Теперь хотелось бы поговорить, перейти к следующему вопросу, касаемо изменений с 1 января 2017 года. Это общественное обсуждение закупок. Ранее общественное обсуждение закупок регулировалось приказом Минэкономразвития Российской Федерации, который датировался от 30 октября 2015 года под номером 795 и действовал до 31 декабря 2016 года, соответственно. В нем говорилось о том, что закупки, которые превышают 1 миллиард с единственным поставщиком, подлежали общественному обсуждению. Теперь же с 1 января 2016 года в 44 федеральном законе есть такая поправка, которую внес нормативно-правой акт в виде постановления правительства Российской Федерации, которое датируется от 22 августа 2016 года под номером 835, который регламентирует следующие позиции. Во-первых, общественному обсуждению подлежат закупки, проведенные конкурентным способом, превышающие 1 миллиард рублей. Данное обсуждение может проводиться как в рамках сайта Единой информационной системы, но, к сожалению, пока такая возможность не предусмотрена, также может проводиться в очной форме, то есть непосредственно в виде собрания людей, общества, общественности и проведения данного общественного обсуждения. Данное общественное обсуждение не проводится за исключением случаев, когда с применением закрытых способов определения поставщика в рамках государственного оборонного заказа, путем проведения повторного конкурса или электронного аукциона и путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, значит, есть такой момент, что по результатам общественного обсуждения могут быть внесены изменения в план закупок, в план график и в документацию о проведении закупки, а также может быть произведена отмена закупок в связи с их обсуждением, общественным обсуждением. Итак, следующий вопрос касаемо 44-го федерального закона, который регулируется с 1 января 2016 года, касаемо запроса предложений. Стоит сказать, что с 1 января 2016 года в отношении запроса предложений, касаемо проведения запроса предложений, становится на одно основание меньше. Это основание звучит следующим образом. То есть заказчики, которые заключают контракт с иностранной организацией на лечение граждан Российской Федерации за границей, должны будут заключать контракт с единственным поставщиком. Данное положение регулирует пункт 9, часть 1 статьи 93 закона 44 ФЗ. Такую закупку исключили из перечня оснований для проведения запроса предложений. Так, что же дальше. Касаемо закупок уголовно-исполнительной системы. Тут следует сказать следующее. Во-первых, стоит обратить внимание на то, что с 1 января 2016 года были введены ОКПД-2 взамен старым ОКПД. То есть обновился перечень постановления 649-го, касаемо уголовно-исполнительной системы. И также следует сказать, что в апреле 2017 года, то есть совсем недавно, было разъяснение Минэкономразвития, которое говорило о том, что при установлении преимущества уголовно-исполнительной системы нужно руководствоваться не только ОКПД-2, но и наименованием товара. Так как в связи с изменением кода произошли некоторые недочеты, которые не позволили в полной мере отобразить все объекты, в отношении которых могут проводиться закупки и устанавливаться преимущества уголовно-исполнительной системы. Так, ну что ж, теперь перейдем к следующему вопросу, касаемо изменения 44-го федерального закона. Это поговорим о функциях единой информационной системы. Можно сказать, что единой информационная система стала функционировать не так давно. И функции с 1 января 2016 года очень, в какой-то мере, стали более обширны. Согласно, например, пункту 2-му части 1-й статьи 4-й закона 44 ФЗ, единой информационной системе теперь будет позволено осуществлять контроль за соответствием следующей информации. Во-первых, это информация об объеме финансового обеспечения, которая включена в план закупок, информация об объеме финансового обеспечения, которая для осуществления закупок, извиняюсь, утвержденным и доведенным до заказчика. Это информация, включенная в план график. Это информация, которая содержится в извещениях о проведении закупки. Это информация, которая содержится в протоколах. Это условия проекта, контракта, направленные в форме электронного документа. Ну и также, конечно же, это информация, содержащаяся в реестре контрактов, в реестре недобросовестных поставщиков и так далее. Так, что касаемо теперь мониторинга закупок и контроля исполнительных органов в сфере закупок, касаемо 44 ФЗ. Про мониторинг мы можем сказать следующее, что теперь есть соответствующие контролирующие органы, точнее, они всегда были, но касаемо единоинформационной системы, каждый квартал или каждый определенный период проводится проверка информации, которая содержится в планах графиков и не только в планах графиков, касаемо сайта единоинформационной системы, то есть протоколы, извещения, проекты контракта, сама документация, обеспечение заявок, финансовое обеспечение, проверка идентификационных кодек закупок и так далее, которая в итоге подводит определенную статистику и размещает свои систематизированную информацию, доводит до правительства Российской Федерации, в которой дается оценка эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд. А то, что касаемо контроля исполнительных органов государственной власти, следует сказать, что федеральное козначейство, финансовые органы на региональном уровне, на муниципальном уровне осуществляет соответствующий контроль, а именно контроль за соответствии информации об объеме финансового обеспечения, включенный в план закупок, информация об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика, и также информация об идентификационном коде закупок, которая содержится, соответственно, в планах графиков, в проекте контракта, в извещении, в документации и в иных документах. Ну что ж, на этом свое выступление я бы хотел завершить. Большое спасибо всем за внимание. До свидания.